Спасибо за приглашение. Спасибо Андрею за лекцию. Алена за лекцию очень интересная. Андрей рассказывал про интересную физику. Я сам тоже в прошлом ученый. Учился на класс старшего Андрея в лицее БГУ. Теперь получилось, что с Андреевыми одноклассниками занимаемся разработками новыми. Кострюцкое бюро, НКТ. Я когда учился на класс старшего химического класса, мы уравнение Бройля по-своему интерпретировали. Мы просто думали, что какова будет длина волны затаившегося или движущегося Вани Мишура, если его масса 100 килограмм движется с 1 метра в секунду. Получается, что у него длина волны совсем оказалась маленькая. А значит маленькая, значит померить нельзя. Значит, собственно, его нет. Соответственно, никаких шалостей, которые мы творили в лице, не происходит. Я еще пришел рассказать про всякие другие штуки, связанные больше с бизнесом. Собственно, вот тема моего доклада. Как ученого коммерциализировать в своей научной разработке. Кто вообще здесь учился на, естественно, научных специальных сих или учится? Поднимите руки. Немного, я ожидал побольше. Отлично. А кто хочет вообще, имеет желание коммерциализировать что-то, какую-то разработку в своей жизни? Раз, два, три. С полудесятка, да? С полудюжины. Отлично. Ну, я постараюсь побыстрее закончить, чтобы больше оставить время на вопрос. Я надеюсь, что не будут, вы не замерзнете к концу. Итак, здесь немножко про мой путь. Я в науке, наверное, провел в сумме лет восемь. Восемь, да? Учился в лицее БГУ, как я говорю. Потом химфак. Был в химфаке еще магистратура. Оттуда началась моя научная карьера. Потом меня взяли в Университет. В РИЗО, в лабораторию я не поехал, в которой Андрей там рядом был в Дании. Я поехал в Англию из-за английского, наверное. Затем в Ляйдене делал постдок короткий, после которого я знал, что я точно ухожу из науки. Я потом раскрою, почему я ушел из науки. Какое-то время я провел в менеджмент-консалтинге. Затем время, которое я занимал самообразованием, мне хватило, чтобы работать в инвестфонде инвестиционным аналитиком. И затем я вернулся в Беларусь. И работаю теперь директором по развитию компании Инката. Директором по развитию очень широкое понятие, но тем не менее. Давайте поговорим про науку и что с ней происходит. Вы, наверное, заметили, если так задуматься, что в современном мире открытие это, собственно, не происходит. То замечательная вещь, про которую Андрей рассказывал, они довольно редко случаются. Вообще я занимался фундаментальной электрохимией на стыке разных наук. И мне в один прекрасный день стало просто грустно за то, что я осознал мое изобретение, даже не изобретение, тема, с которой я работал, она вряд ли когда-то будет применена. Потому что нанотрубки как сенсоры есть вопросы, когда могут они или не могут реализоваться. На что мой профессор сказал, что, Питер, понимаешь, ты взял кирпичик, сделал, и кирпичик положил в пирамиду. Это значит, что пирамиду ты, собственно, собирался построить, но ты и не построишь. Но если люди будут ходить и складывать эти кирпичи все вместе, то следующий человек, который придет на твое место, он встанет на этот кирпичик. Все твои научные публикации, которые ты сделал, кто-то на основе их, может быть, станет чуть-чуть выше, затем еще выше, затем еще выше, и кто-то увидит, если он новый горизонт, и сделает какое-то потрясающее открытие. Но, тем не менее, прикладная наука – это то, что ближе к бизнесу, это то, что ближе, как это, к земле, как любите на стране говорить. Прикладную науку хотят, чтобы в Беларуси раздевали, прикладную науку хотят бизнесмены. Я лично считаю этому тезис, что прикладную науку нынче можно сделать чуть ли не в гараже. Почему так произошло? Потому что у нас появился интернет, у нас появилось знание, которое можно, не отходя от компьютера, но от ноутбука познавать. Всякие курсы для обучения есть. Книжки никто не отменял, самообразование никто не отменял. Кроме того, различные штуки, девайсы, химреактивы, установки можно конструировать самому и покупать все это самому. То есть можно делать это реально в гараже. Но делают это целые институты, которые на этом специализируются. В гараже это нужно свободное время, чтобы папа был богат, либо уметь жить, питаться от солнца, например, которого в Беларуси мало. Соответственно, сложно, наверное. Но возможно. Это, например, одно из наблюдений, которое у меня появилось. То, что ученые в реальности зарабатывают меньше. Почему так происходит? Задайте себе этот вопрос. Может, у кого-то есть вопрос, почему ученые мало зарабатывают? Сложно что? Сложно продать. Давайте теперь подумаем с точки зрения рынка, рынка предложения. Стороны любителей. Еще какие? Разработки немало. То есть смотрите, давайте так. У меня есть тезис такой, что ученые зарабатывают мало, потому что ученых действительно много. Их достаточно много. И они создают конкуренцию на рынке труда. То есть их дела можно нанять. Они всегда будут работать, потому что им интересно. И как ни странно, вот тут еще интересная картинка, что говорит, что я опубликовал 6 статей и буду работать за еду. То есть я примерно был в такой позиции. Ну, конечно, у меня были предложения по работе, но я понимал, что рано или поздно я буду вот этим парнем. Получается так, что научные сотрудники, что в Беларуси, что, например, в каком-нибудь, где-нибудь в корпорации, они получают в среднем, ну, раза в два меньше денег. Опять же, почему так происходит? Научные разработки не внедряются. Либо внедряются очень долго. На отличном примере предыдущего лектора, вот если кто-то заметил, что первую статью про метаматериалов опубликовали в 99-м году, а компания, которая занимается метаматериалами, ну, наверное, образована была года 3 назад. Итого у нас прошло, ну, больше 10 лет, 12-13 лет. Собственно, бизнесу интересно что-то коммунициализировать. Бизнесу интересно платить деньги тогда, когда из этого можно поиметь какой-то профит. А что такое профит? Ну, профит – это прибыль, конечно. Но давайте подумаем с точки зрения добавления стоимости. Вот я здесь нарисовал, вернее, взял картинку алмаза и бриллианта. Да. Собственно, материал один и тот же, но вы добавляете стоимость тогда алмазу, когда вы его ограняете, когда вы из него сможете сделать драгоценный камень, который дальше резко становится всем нужным. Вы знаете, наверное, что алмаза стоит не так уж дорого, в отличие от бриллианта. Но, собственно, добавление ценности привязывается к высоким зарплатам. То есть если вы добавляете ценности, конкретно вы, ваше знание как ученого, соответственно, вам готовы за это платить. Соответственно, как только вам готовы за это платить люди, которые ищут специальных людей, соответственно, рынок после коммерциализации готов платить вам. А вот теперь давайте посмотрим на путь ученого-предпринимателя, который захотел пройти этот путь. Ну, собственно, ученый-предприниматель кто он? Что за супергерой? Ученый-предприниматель, наверное, должен обладать какими-то качествами, которые позволят ему что-то это сделать. Либо у него должна быть идея, либо у него должны быть деньги. Вот как вы думаете, что должно быть? Какие вещи в арсенале или какие качества должны быть у человека? Есть какие-то идеи? То есть, в принципе, любой дизайнер может увидеть прикладное применение, если он поймет глубину технологии. Да? Но почему-то так не происходит. Или редко происходит. Может, у вас есть дизайнер, Алена, может, она знает, когда дизайнер коммерциализировал интересную разработку ученого. Ну, вы самый дизайнер в этой лектории. То есть, ученый-предприниматель должен быть первым. То есть, обязательно ли должен быть человек, который изобрел или нет, как вы думаете? О, отлично. Он довел до вменяемого состояния. Про это вменяемое состояние я хочу поговорить чуть-чуть позже. Собственно, смотрите. Идеальный ученый-предприниматель должен уметь, в принципе, делать все. Он должен знать технологию. Он должен уметь это все довести до какого-то, ну, назовем это, прототипа. Прототип может быть для научного изобретения. Если это какой-то оптический девайс, то, конечно, он прототип должен сделать. Если это какая-то фарм-разработка, то это какая-то форма. Соответственно, он должен, наверное, сделать в лаборатории этот прототип молекулы. Потом сделать прототип, наверное, испытать на мышках. После того, как испытать на мышках на приматах. Возможно, потом еще на Friends, Family and Fools. Затем должен это поставить на массовое производство, сварить в большом чане, а потом сварить в огромном чане и продать. На самом деле, то есть у этого человека, который кроме того, что он хороший ученый, или человек, который разбирается в этой технологии, которую он изобрел, он должен иметь какие-то скиллы, которые позволят ему это продвинуть. Вот это вот продвинуть, это, наверное, самое главное редкое качество у ученых. Давайте еще я вам приведу пример. Или даже вопрос такой. Считаете ли вы, что, например, президентом Академии наук должен быть хороший ученый или нет? А кто за то, чтобы президентом Академии наук был хороший ученый? А кто против того, что, наоборот, администратор должен быть? О, смотрите, как больше. То есть, в принципе, всех устраивает ситуация, когда у нас, по-моему, Мясникович раньше был. То есть, в принципе, все нормально. Я согласен с большинством. Я считаю, что ученый и администратор сочетаются в себе очень редко. Кто такой человек-администратор? Это человек, как раньше, с палкой, который ходит за всеми. Или человек, который может от лева до права все поставить, измерить, наладить, договориться, финансы подбить. Собственно, я сделал еще один тезис. Смотрите, здесь просматриваем уже личностные качества этого ученого. Смелость, константа. То есть, в принципе, человек родился с какой-то долей смелости. Может быть, только он там прошел через войну, стал смелее. Технология, про которую мы говорим, технология, которую развиваем. Технология тоже примеры константа. То есть, технологию можно коммерциализировать. То есть, какую-то разработку, которая еще недоразработана, коммерциализировать еще нельзя. Соответственно, у нас остается что? Везение, опыт. То есть, если там смелость, константа, технология, константа, то везение, опыт. А везение, опыт – это что такое? Везение – это место, вовремя. А опыт – это сколько раз вы это пробовали делать. И, в принципе, если вы никогда не пробуете, то у вас никогда не получится. Собственно, большинство ученых, которых я встречал, и которые говорят, что не знаю, получится ли. То есть, они не выходят за зону комфорта. И, в принципе, это не только свойства белорусских ученых или каких-то советских ученых. В принципе, и в Америке такие, и в Англии такие, и в Голландии, в Нидерландах, и в Дании, наверное, такие. И, собственно, я говорю про то, что редко один человек сочетает в себе какие-то вот эти все качества. И в идеале ученому, который придумал технологию, или человеку, который понял, что технологию можно коммерциализировать, нужна команда. И это очень большая проблема для ученых. В этой команде, конечно, в идеале должен быть какой-то инженер или конструктор и управленец-производственник. То есть, очень редко, я повторюсь, что это сочетается, это все в одном человеке. Очень часто бывает, что вот этот вот ученый, который здесь, это человек, который совершенно не обладает качествами или навыками инженера. То есть он… как бы сравнить инженера и ученого, в чем их различие. Конструкторы и инженеры, они работают как с кубиками. Представляете, у вас есть кубики, вы в детстве, наверное, играли. Вы с этих набор кубиков составляете какую-то конструкцию. Потом разрушили и сделали новую конструкцию, новую, новую, новую. А ученый – это человек, который играет с образами и доводит до ума технологии, что-то делает абсолютно новое. Ну, управленец-производственник, мы про него уже говорили. Соответственно, поиски в команду таких людей крайне редко. Причем, например, ученые очень часто почему-то ненавидят управленцев. Ну, еще можно коммерсантов поставить. Еще важно, на самом деле, управленец, коммерсант или предприниматель. В идеале, конечно, все должно сочетаться, но такого никогда не бывает. Вы не поверите, что ученые практически, те ученые, которые довели свою разработку до какого-то места, где они могут ее коммерциализировать, очень часто не хотят брать себе в команду каких-то бизнесменов или не хотят в команду себе брать коммерсантов. Они считают, что люди из другой касты, они считают, что они сами справятся. По факту это происходит в Америке. Я разговаривал с венчурными капиталистами из Америки, не говоря, что, ну, к одним мы приходили, говорили, давай вот немножко дадим тебе несколько миллионов денег и дадим тебе, правда, поменяем CEO на ранней стадии. Нет, 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 мы будем сами. И потом аналогичные технологии кому-то тоже предложили, тоже заменили CEO. И, в принципе, там компания выстрелила, и они достаточно быстро вышли на биржу и сделали успешный выход, exit. Ну, соответственно, я развиваю дальше, да. То есть вот молекула метана нарисовалась, предприниматель, ученый, администратор и производственник, там, конструктор, инженер. Опять же, команда. Как, как, где, что? Возможно ли это реализовать? Да, возможно, и те, кто реализует, кто переступит из ученых через этот барьер, у того, наверное, получится. Это, наверное, главная мысль, которую я хочу донести до ученых и, в принципе, хочу донести в своем выступлении. То, что коммерциализировать технологии просто ученым очень сложно, потому что барьер, на самом деле, который существует между лабораторией, между доведением этой технологии, назовем, да, вокруг которой строится новая разработка, до коммерциализации, это пропасть, на самом деле. Это пропасть, и у меня есть несколько интересных картинок, да, то есть вот картинка мне очень нравится, дизайнер нашей нарисовала. Это вот ученый, да, который стал предпринимателем, это вот он уже прошел просто уже, на первую космическую скорость вышел. И он думает, что вот, вот он в лаборатории, у меня сейчас есть прототип или у меня есть что-то, вот там она прибыль, вот совсем близко, да, но реальность немножко другая. То есть нужно пройти через различные испытания, это все будет дольше, и многие не дойдут до этого. Ну, найдем идеальный случай. Бывает еще так, что ученым везет и в них инвестируют. То есть, собственно, моя задача, когда я работал аналитиком в инвестиционном фонде, я был таким умным парнем, который и науку понимал, и умел там valuation делать финансовый, то есть умел там рассчитывать всякие финансовые модели, и все это рассказывать дядям, которые мало что понимают и в науке, и в финансах, рассказывать им, нужно в это инвестировать или нельзя. Соответственно, иногда дядя платит деньги, и можно нанять целую команду. Вот это вот вообще идеальный случай. Идеальный случай бывает тогда, когда, ну, венчурные фонды обычно вкладывают. Я работал в equity фонде или фонде прямых инвестиций, там бывало крайне редко, что приходилось объяснять людям, что как в мире происходит. Но вот история венчурных фондов — это когда какую-то технологию довели, на коленке показали, что-то спаяли, что чуть ли не в гараже. Я вот упоминаю гараж. И дальше нанимается, то есть вваливается там миллион, два, три долларов, и нанимается команда разработчиков, которые есть, руководители проектов, в которых есть технолог, дизайнер, производственники. Они все вместе делают продукт, доводят его до какой-то стадии и выпускают его дальше на рынок, где, собственно, начинаются продажи и где, собственно, появляется возврат на инвестиции. Инвесторы такие люди, которые хотят получить возврат на инвестиции. И очень часто люди не понимают, что ученые, да и многие предприниматели не понимают, что нужен возврат. Если венчурные инвесторы делают инвестиции во многие-многие-многие стартапы, они по дефолту понимают, что кто-то из этих стартапов умрет, а какие-то выстрелят, и они ожидают прибыли, нормы прибыли очень высокие. То есть, чтобы понимали, венчурные инвесторы, они ориентируются на нормы доходности, ну, примерно 30 процентов годовых. Собственно, это покрывает примерно 75 процентов стартапов, которые умрут просто, и с ними ничего не произойдет. Ну, картинки я показал. Я еще хочу ввести терминологию NASA для того, чтобы, может быть, потом дальше на примере показать. Это называется Technology Readiness Level. Я постоянно про нее рассказываю, буду рассказывать дальше, потому что она описывает практически все случаи. ТРЛов бывает целых 9. Это вам, если вы, ученые, собираете что-то пройти этот путь, вам придется пройти через все. Понятно, что невозможно там взять и носить, что я там сегодня проснулся, у меня ТРЛ номер 4, а послезавтра я на ТРЛ 5. Можно, конечно, перескакивать и так далее. Ну, вот, например, если у кого-то появилась идея новая, может быть, идея в лаборатории, то потом, в принципе, эту идею нужно дальше… Начинается, когда мыслення по поводу ее коммерциализации, нужно начать прорабатывать, формулировать концепт, как это, в принципе, может в нашей жизни применяться. Ну, вот, раз сегодня метаматериалы были, да, материалы, вот пускай, вот идея метаматериалов. Вау, круто, да? А потом какой-то ученый, который немножко, который не витает совсем в облаках, которому неинтересны, там, одномерная или двумерная структура, которую можно с метаматериалами создавать, он говорит, слушайте, а я эту штуку сейчас пойду и продам в DARPU. DARPU – это американская программа, фонд, который занимается военными разработками. В DARPU продаст, ну, сделаю я невидимку, и, короче, маринеры американские будут невидимы, и всех победят, и будут круче Рэмбо. Это первый концепт. Базовая инженерная проработка. Потом этот товарищ или сам, если это ученым, они разрабатывают, как это сделать, какие им девайсы, сколько батареек надо там примерно, и сколько это примерно все будет стоить, и идут это дальше продавать. Ну, как только они приходят венчанным инвесторам и говорят, слушайте, ребят, все это круто, красиво, и картинки у вас классные, дизайнеры вам нарисовали рендеры, клево. А покажите работающий прототип где? Где? Они говорят, ну, слушай, два года прототип будет железным. И они удаляются. Заметьте, что вот это вот все ТРЛ-1, 2, 3 и 4, они обычно делаются за какие-то научные деньги, за грантовые деньги, они делаются за деньги, которые государство вкладывает в науку. То есть, в принципе, до ТРЛ-4, ТРЛ-4 это вот когда они возвращаются с лабораторным прототипом. Если мы говорим о какой-то, ну, например, глюкометре, тут девушка ходила спрашивающую, как молекулы мерят, ну, то есть глюкометр, который вы спаяете с вашим парнем у папы в гараже, который будет работать просто капельку крови там или палец подносить, который просто заработает, покажется сигнал, который превышает шум, это уже можно считать, что это прототип на коленке. Тут еще не глюкометр, который красиво в презентации показывает, который прям вау, такой супер, минималистичный дизайн в стиле Apple. И как только вы доказали, что у вас уже появляется гораздо больше шансов на то, чтобы коммерциализировать. Здесь начинается интерес инвесторов. Примерно здесь. Большинство технологий интересно коммерциализировать на ТРЛ-4. ТРЛ-5 начинается конструктор. Это, собственно, где мы начинаем. Мы, например, у себя в компании приняли, зареклись работать с ТРЛ-ом ниже четвертого. Ну, просто потому что это слишком дорого, долго и непонятный результат. То есть вот досюда еще надо дойти. Затем это все конструируется, нанимается либо конструктор в штат, либо друзья привлекаются, либо еще как-то. И это все пытается сделать прототип. Для того, чтобы сделать прототип, нужен производственный какой-то, желательно там на заводе, там, ну, например, на заводе взор, желательно, чтобы он был, чтобы у него было много станков, и чтобы он мог это все вытачивать, и чтобы он мог что-то сделать. А еще лучше еще электронщики, которые схемотехнику сделают, а потом соберут плату, отмакетируют. Это все вместе нужно собрать. И дальше нужно, чтобы это ТРЛ-7, пилотные полевые испытания. То есть это вы когда вот, если глюкометр, то это, наверное, нужно ходить и на всех измерять. Может быть, первые какие-то, как же это называется у медиков, клиника первая, клинические испытания, ну, не совсем еще клинические испытания, но хотя бы испытания на живых пациентах, не на мышках. Затем идут после финальных, после этого идет финальный прототип, ну, собственно, где уже все. Design to manufacture уже закончен, уже когда вы сконструировали все, и уже можно запускать производство. Ну и дальше к вам приходят, то есть, следующие, еще больше рыбы, которым вы показываете свой прототип, говорите, вау, у меня все готово, я готов. Они говорят, отлично, и мы готовы. И дают еще несколько миллионов сверху для того, чтобы запустить в серию всю эту разработку. В принципе, у ученых или у научных идей, давайте будем честны, что не только ученые занимаются, которые там одиночки этим, но занимаются этим корпорацией, да, например, какие-то биокорпорации, какие-то там. Philips раньше очень активно занимался. Ну, много компаний, которые внутри ведут какие-то разработки. Собственно, у них ТРЛ этот проходит вот самостоятельно внутри. Это все называется тогда не стартапом, наверное, это называется спин-офф, да, когда они прогоняют это внутри своих лабораторий, а потом делают из этого какой-то продукт или даже спин-офф компанию. Это компания, которую они как отдельно юридическое лицо выводят, отдельный его бренд какой-то делает и отдельно его развивает, собственно, потом, чтобы, как это, сами растят кабанчика, чтобы либо самим его скушать, либо кому-нибудь продать. Это кому же как нравится, как это получается. Ну, собственно, я, наверное, подхожу здесь к концу, и я думаю, если будут вопросы, если у вас какая-то идея, например, какая-то, можем даже на поводу ТРЛ обсудить и прогнать это все, чтобы был какой-то более живой пример. То есть, ну, давайте я финализирую. То есть, я считаю тезисы своего выступления. То есть, это первое, то, что ученый сам по себе редко бывает предпринимателем. И если он не предприниматель, то ему нужна команда. И если нужна команда, то эта команда должна справиться минимуму ДТРЛ-4, чтобы сделать какой-то лабораторный прототип, после чего он станет, появится вообще на радарах любого инвестора. На pre-seed стадии. Pre-seed – это предпосевная стадия, где еще, в принципе, вот где-то что-то. И нужно дойти от идеи, от научной идеи, которую, безусловно, наша страна богата, чтобы дойти досюда, до коммерциализации, нужно пройти достаточно долгий путь. Он занимает некоторые команды или некоторых ученых года. Большинство ученых, которых я видел, оно занимает бесконечность. Люди умирают и никогда не возвращают свои идеи. Если даже взять, знаете, как люди с математическим, с математизированным складом ума любят говорить, будет сегодня дождь? Да, нет, да, 50 процентов. Ну вот давайте кто-нибудь возведет. 50 процентов. Если вероятность перехода с TRL-1 на каждый последующий TRL одна-вторая, давайте возведем в девятую степень. Кто-нибудь сможет там в уме? В процентах? 0,5 процента. То есть вероятность того, что кто-то из вас, имея идею, но никогда не прорабатывал сюда, примерно полпроцента. Просто так мы статистически вывели. То есть, собственно, что примерно соответствует реальности. То есть примерно количество вот этих вот пассивных, предпассивных денег, которые даются ученым в разных сторонах мира, оно примерно там меньше процента. 0,3-0,5 процентов. Собственно, ну, как бы статистика, как выкладка алгебраическая, наверное. Ну, собственно, спасибо за внимание, спасибо моим коллегам и спасибо там Вике, дизайнеру за красивые слайды. Если есть вопросы, спрашивайте. Петр, спасибо большое за лекцию. Меня, как бывшего ученого-биолога, кандидата наук, в настоящее время преподаю в первом лице в Минске, в профильных химбиоклассах, интересует вот какой вопрос. Ученики мои в основном после окончания лицея поступают в медицинский университет. Абсолютное большинство. Я, как человек, закончивший биофак, вот как бы сердце моё вот в ту сторону смотрит, да, вы заканчивали химфак тоже. Вопрос такой, вот в настоящее время в Беларуси какая ситуация с биотехнологическими производствами, какие есть перспективы, потому что на Западе мы жили, работали, там мы знаем, насколько это всё перспективно, и человек с биологическим образованием реально на рынке труда очень востребован. Что есть сейчас? Есть ли какие-то перспективы вот через пять лет по окончании университета? Перспективы для отрасли или для конкретных людей? Для того, чтобы вот ученый-биолог, окончивший биофак, мог пойти на, соответственно, в какую-то биотехнологическую фирму и вот как бы… В фармкомпании. Да, в компанию. В фармкомпании только есть. Только я… Вот моё мнение в фармкомпании. Смотрите, мы, конечно, немножко отклоняемся от этого темы. Моё мнение такое, что здесь биофарм-разработки, они практически всегда зиждятся на том, что либо берутся какие-то дженерики. У нас научились очень быстро, я знаю, пару команд, которые очень быстро умеют находить синтез дженерика, формулы конкретные. И, к сожалению, что вот это всё ограничено нашим рынком таможенного союза. То есть рынок, например, 200 миллионов человек. То есть небольшой рынок с точки зрения мира. Плюс по платежеспособности он тоже не очень. Хотя довольно большой. У нас есть… У меня товарищ, с которым мы до сих пор общаемся, он биолог. Он в центре, по-моему, раковой медицины, как-то там стволовой клетки, вот это всё. Мы с ним обсуждали вещи, которые 5 лет назад или 4 года назад обсуждали. Они сейчас становятся реальностью. То есть то, что сейчас вылечили человека от рака, T-cells вот эти берут, прививают туда вирус, цепляют. Ну и, соответственно, генерируют необходимые антитела, которые необходимы. То есть мы про это говорили давно. Ресерч ведется лет 10-15. В принципе, в нашей стране могли бы это сделать у нас. Вопрос в том, что вот этот вот фарм-бизнес и биобизнес очень большой регуляцион имеет. Я не удивлюсь, если китайцы в ближайшем времени просто обгонят всех, просто у них этих регуляцион отсутствует. У них этика другая совершенно. То есть они красить не можно, но и в стране, собственно, не запрещают. Мы думали, опять же, со своим товарищем 4 года назад, что надо создать корабль. Соответственно, на кораблях действует право, не действует никакое право, либо право действует, вернее, флага, под которым вы флагом плаваете. Соответственно, там можно проводить операцию, пересаживать констный мозг, выражать вот этими вирусами, специальными вирусами, которые будут реплицировать необходимые клетки. И, соответственно, можете делать все, что угодно, регуляцион будет отсутствовать. Когда я прочитал год назад или сколько что уже такие корабли создаются, они уже скоро будут бороздить и, в принципе, там что-то будут делать. То есть у нас, скорее всего, нет. То есть либо это в серой зоне находится, где какой-то ресерч, которым вы занимаетесь непонятно как, потому что биологический ресерч гораздо более дорогой. Плюс реактивы за границей, плюс мышки постоянные. Все, все, все. Ну, либо на friends, family, and fools нужно пробовать это все, что, опять же, слишком дорого. Ну, мне кажется, что здесь как-то не очень. С другой стороны, фармкомпании, которые там мелкие или какие-то… По поводу института, которые делают R&D, которые дешевые R&D, которые R&D у нас чуть ли не в 10 раз дешевле, чем где-то на Западе. Ну, в 10, если крупных компаний. Если с мелкими сравнивать, где-то в 5 раз дешевле. Вот такой сервисный бизнес, да, но его вывести на международный уровень, мне кажется, очень сложно. Либо только что-то какое-то сделать R&D, которое можно продать каким-то очень крупным корпоратам. Это мое личное мнение. Спасибо большое. Я забыл, хотел, хотел комментарий насчет биофака. Говорят, там появился аппарат для секренирования генома, правда, на нем некому работать, чтобы специалистов не обучили. Поэтому действительно биофак, учитесь и… Расходники еще дорогие. Спасибо за выступление. У меня будет такой вопрос. Я знаю, допустим, в Академии наук, наша Академия наук, есть типичные ученые-одиночки, про которых вы говорили, есть команды, которые, да, получились ученые, плюс конструктора, плюс механики, программисты и так далее. Нигде практически я не видел полной команды с включением администратора и включением, ну, как вы говорили, предпринимателя. Может быть, вам известно ли вообще конкретно для Академии наук белорусской вот такие вот счастливые истории с счастливым концом, когда разработка получала большое финансирование? Спасибо. Слушайте, я в Беларуси полтора года как вернулся, наверное, я не знаю таких примеров. Я лично не знаю. Не знаю, что, неважно, они, возможно, есть. Ну, можно всегда вспомнить компании типа AtomTech, компанию какой-нибудь Adani, компанию, как же еще, тоже дозиметрическим оборудованием занимается, полимастером, да, то есть они выросли оттуда. Но они выросли из 90-х. Я когда в консалтинге работал года 4 назад, мы пришли к выводу, анализируя все manufacturing компании белорусские, вот эти производственные, да, мы пришли к выводу, что большинство этих компаний, они все выходцы из 90-х. Они все выходцы из такого научной среды. Но после этого никаких компаний практически не образовалось. Соответственно, вы либо про них не слышали, либо я про них не знаю. То есть что-то, наверное, есть. Потому что чего им не хватает, им не хватает, наверное, еще кроме, возможно, еще, да, администрирования вот этого предпринимательского духа, но на международном масштабе такого, чтобы понимание, потому что все мыслят очень локально. Это просто так получается, потому что мы закрытая страна, как бы там ни было. У нас очень мало связей с миром. То есть если вы черного человека вы на улице увидите, все сразу на него оборачиваются, да? Ну, они не в состоянии этого сделать, потому что когда люди приходят из Академии наук, там, или из Министерства, там, или из ГКНТ в гости, да, то есть я им рассказываю, как там в мире происходит венчурное инвестирование, и что они просто в себя открывают новый мир. Ну, так просто происходит. Ну, у нас просто по-другому. У нас было принято, что вот это все дело раньше государства. Понимаете? Ну, и государство, оно раньше это дело, оно с этим справлялось. Ну, собственно, если вы, кто не заметил, НАСА, да, я поместил туда SpaceX. SpaceX вообще на технологиях, которые НАСА разместила. И, ну, то есть НАСА долго-долго-долго-долго-долго инвестировала всякие технологии космические, а потом они поняли, что они делают это неэффективно. И они открыли там большинство этих вещей, ну, много-много технологий, патентов, там, всяких штук раскрыли господам SpaceX. Собственно, и как только у нас это поймут и разрешат, в принципе, перестанут сковывать людей то, что вы там берите, делайте. То есть в любом случае это будет win-win game, да, то есть оно же всегда все в стране играют с нулевой суммой, а здесь как бы win-win получается. Как только они поймут, что если разработки, которые есть в лабораториях, если про них кто-то узнает, даже, ну, там, возьмет любой бизнесмен, начнет продвигать, даже если этот бизнесмен будет китайским, да, в мире мир в принципе станет лучше. Но у нас пока что вот это все свое, все себе. Ну, с точки зрения нации, может быть, это окей, но с точки зрения там вечности нет. Секундочку, еще хотел про SpaceX добавить, маленький комментарий. Я думаю, знаете, нет, что на самом деле, помимо прочего, она сосковывает очень сильно законодательство, им много чего нельзя, например, там, лоббировать, поэтому им нужны всякие крутые компании, теперь уже крутые компании типа SpaceX, чтобы вбухивать деньги в лоббирование и всякое такое крутое, типа реклама. Поэтому сейчас стали снова выходить на наш лжиграфик и дескавериться кучу фильмов про космос. Вот. Спасибо. Круто. Вы почти ответили на мой вопрос, который я еще не задал, но вопрос примерно такой. Не слишком ли, нет, скорее правильно сказать так, не лежит ли проблема вот нашей науки, что она не керминициализирована в том, что государство слишком сильно вмешивается через инвестиции какие-то свои государственные и через регуляции? Не лежит ли в этом проблема? Скорее всего, лежит. Ответил? Ну смотрите, опять же, у нас государство достаточно старого типа, построено там, наверное, как в начале 20 века, там, от железный бисмарк там все строил, да, железной рукой или пятой. По факту капитализм, который нам насаждается или которым мы идем и рано и поздно придем, это немножко другой подход. Это не то, что вот государство, у нас топ-даун, да, а рынок это bottom-up, да. То есть в принципе вот это вот TRL это вообще bottom-up. То есть оно, кто собственно гораст или кто круче, тот и дойдет до верха, а кто нет, тому деньги и заплатят. Тому там вы с радостью принесете деньги там за глюкометр, да, или не принесете. Другому отдадите. Или там глюкометр будет не на технологии, там это материал, который будет усиливать что-то. А, например, кто-то там придумает еще какую-нибудь технологию. Вот, соответственно, ну неэффективно, но это мы же не собрались здесь обсуждать как бы макроэкономику. Спасибо. Ваш вопрос? Вы говорили много по команду, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Как правильно собрать команду? Какие, ну с точки зрения вашего опыта, какие качества должны быть и какие качества избегать? И какую политику придерживаться самому ученому? То есть он должен освободить себя и начинать брать команду. Ну как это делать правильно? Я попробую. Вопрос из отрасли. А вы женаты? Нет? Ну, собственно, когда женитесь, поживете, если будет все хорошо, вот потом вернитесь к этому вопросу. Вот примерно так же выбирайте остальных людей. То есть в принципе примерно такой, который мы для себя сформулировали, что вам с этими людьми минимум лет пять. В одной лодке там грестили, там видеться каждый день, там может быть даже каждый вечер, там до ночи сидеть. Если вам всем некомфортно, то лучше не делать. Вы просто разбежитесь. Не, ну у нас, конечно, в стране плохо разделяет там дружественный там, да, и бизнес. Хуже, чем вернее на западе, да, но все равно. То есть если вам с людьми некомфортно, то лучше не пытайтесь, потому что вы раньше разбежитесь. То есть ругаются люди из-за личностных каких-то. Мы все равно люди, у нас есть эмоции, мы несовершенны, и мы не как этот человек механикус, да, который там делает, там, у него алгоритм четкий очень. Мы подвержены там гормонам, эмоциям и всем остальным. И все эти вещи тоже препятствуют стартапам дальше в большей степени, наверное, нежели чем-то остальному. Вот как раз-таки вы очерчивали то, что вы начинаете работать с людьми, которые уже на этапе ТРЛ-5. Стараемся. Да, да, да. Вот меня как раз-таки интересует этот вопрос. Большинство, ну, я в частности, допустим, сам работал в одной лаборатории, ну, в университете, мы занимались там разработкой магнитной жидкости. У нас есть конкретная идея, у нас есть конкретная… Какое еще раз жидкости? Магнитная, ну, которая там в детстве магнитов. И вот я понимаю то, что лаборатории, большинство из этих лабораторий, которые у нас есть в Беларуси, они медленно умирают, умирают, умирают. И вот сам интересен переход с четвертого этапа на пятый, потому что у нас есть идеи, у нас есть какой-то там лабораторный прототип, который мы понимаем, куда можно применить, но как найти именно конкретно, вот это вот перейти к этапу конструирования и найти людей, которые способны будут наложить нас деньги. Пока что такой секрет, что мои преподаватели, мне кажется, уже скоро умрут, покуда я там найду какой-то ответ на данный вопрос. Есть ли какой-то вот конкретный логотип, ну, как это, конкретный этап поиска? Есть. Ну, давайте. Вы просто берете в команду себе за долю конструктора, который в состоянии будет поднять конструирование самостоятельно. А может, несколько, скорее всего, несколько конструкторов. Вы просто должны его взять в команду. Нет, я имею в виду создание нового прототипа, потому что по сути прототип-то уже есть, но вот интересно, как будет расширить. Ну, смотрите, вот у вас магнитная жидкость, да? Да. Вы ее там уже здесь там статей написали, уже даже, наверное, попробовали как-то все сделать, и вот уже даже знаете, куда применять? Вот куда применять? Ну, давайте просто на примере. Мне будет проще. В частности, я знаю то, что для закалки стали ее можно использовать, потому что у нее совершенно другие свойства теплопроводности, и, ну, на высокой температуре ее можно… То есть нужно соустроить какую-то ванну специальную, да, в которой это все будет магнитная жидкость, и через нее будут какие-то чушки там или опускаться эти чушки. Там будет очень крутая кристалличность вот этого сплава там, которого там, да, этой стали. Ну, круто. То есть вам вот нужно найти конструктора, который такой хардкорной штуки любит делать, который будет совсем чуть-чуть, наверное, электроники, если даже будет, и вам сделать, изготовить прототип реально, который встанет в какой-то технологический цикл, может быть, кому-то строится. То есть этот конструктор должен состоять. То есть я понимаю то, что на это нужны уже деньги, на конструктор. Нет, подождите, конструирование, это как бы это можно за еду работать. То есть если вы договоритесь с человеком, что он будет работать за еду у вас, или бесплатно, и вы дадите ему долю, это вот ваш путь. Но, скорее всего, такого не найдете, или найдете, который там согласится полгода, так поработает год, и потом, скорее всего, он от вас убежит, просто потому, что ему кушать хочется. Второй вариант, как это в мире бывает, существуют различные гранты, государство раздает, как это с вертолетов прилетает, денег всем раскидывает. На самом деле не так все просто, но их раздают. Соответственно, на эти деньги можно сделать какой-то прототип. Несколько прототипов может быть даже несколько. То есть вам нужно какое-то в вашем случае сделать. Ну, конечно, ваша установка, ну, наверное, там прототип будет стоить… Да, намного больше денег. Порядок примерно будет 0,5. Да. Примерно, да. Ну, как бы у вас такой путь. Соответственно, ну, просто нужно смотреть, опять же, технологии, которые будут. Она помогает, она потенциально интересна. Может, есть какие-то платформы, допустим, на которых компании ищут другие… Я так же не знаю. Нет? То есть, ну, в принципе, вот эти вот на радаре инвесторов, да, появляетесь только вот где-то вот ТРЛ-8. ТРЛ-8, то есть они уже на F9. Здесь вы интересны в основном государству, которое понимает, что если государство не будет вкладывать деньги здесь, то ничего не произойдет. В Европе есть там Horizon 2020, например, в Америке, то есть куча там локальных каких-то там штатовских есть грантов. В России есть Сколково, там, да, фунт Бортника есть. В Беларуси есть, опять же, какие-то там научные программы там для сельского хозяйства, металлургии и всего прочего. Ну, на BMZ, если вы с этим придете, которые там вообще в принципе ТРЛ там бесконечность, да, потому что они уже работают с технологией, которую в 80-х годах итальянцы поставили, то вы, наверное, будете неинтересны, они у нас будут так смотреть. Это как на меня смотрели, когда мы там разрабатывали ванну, хотели предложить нового для меднения, там, корна металлического. Ну, они изначально далеко слишком. Они о том, чтобы заботиться об операционной какой-то деятельности. А от новой разработки как раз таки люди, которые видят рынок, рынок видят обычно какие-то венчурные инвесторы, они состояние там нишу найти вместе с вами, видели вместе с вами в одну сторону посмотрели, уважили у вас денег. Но у вас сначала нужно сконструировать, потом нужно найти денег на все это железо, которое там очень дорогое в обработке будет. Может быть, лучше перед этим, как вы будете железо делать, что на 3D-принтере это напечатать, хотя бы, чтобы это собиралось вместе, а потом уже в железе, чтобы сэкономить денег. Ну, путь непростой, наверное, потому что у вас сложная сложная отрасль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.